Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем выживать Дюрянга. Как вы помните, в прошлом выпуске мы здесь установили с вами выводиться Авераптора. И, судя по галочке, здесь все завершено. Я так понимаю, что он вывелся, скорее всего. Давайте открывать вольер. Приручение удалось, но тут на самом деле очень большой шанс. Давайте поместим сумку и, естественно, забираем его. И, кстати, мы можем с вами сразу поставить выводиться следующего. А это кто такой? Авераптор 18-го? А, это типа Авераптор, который у меня в сумке. А вот это просто пойманный, но неприрученный. Давайте тоже поставим приручаться, пускай, на всякий пожарный. И у нас с вами очень недоволен наш зиброцератопс. Я хотел сказать трицератопсик, но нет, зиброцератопс он называется. Просто потому, что у него нет еды. Так что я предлагаю сейчас пробежаться по этому острову. Я так понимаю, что здесь можно что-то для него собрать, да? Это куст малины. Можно просто собрать малину и этим его на самом деле покормить. И, естественно, именно из-за этого он не хотел сражаться. Спасибо за подсказки в комментариях. Че-то я как-то не обратил на это внимание в игре, но такое бывает, это нормально. Так что давайте его сейчас откормим. Соответственно, если у животного меньше 50% как раз еда, то он у нас не будет атаковать. Так, секундочку, что-то происходит. Животное наелось, не может больше есть. А, ну так замечательно, все, давай, хавай. То есть вот теперь мы его откормили с вами, получается, практически на 100%. 470-4500. И я так понимаю, что он должен у нас с вами сражаться за нас. Я предлагаю прямо сейчас отправиться обратно на разведку. То есть просто это протестировать. Плюс у нас с вами есть в кармане там где-то наш Авераптор. Можно протестировать его. Посмотрим, насколько они хороши в бою. Но я чувствую, что не очень хороши. И, скорее всего, придется приручать кого-то более серьезного, чтобы они помогали. Но все-таки протестировать его не помешает. И еще, конечно же, нам с вами, безусловно, здесь сейчас нужно по-быстренькому набрать задание. Но на самом деле, если мы с вами войдем вот сюда в задание, у нас выполнено еще два задания 406 опыта. То есть это все, это уровень 25. А это значит доступ на следующий как раз остаток. Я, скорее всего, и раньше туда мог попасть. Ну а сейчас мы к нему полностью готовы. Ну что, погнали забрать эротоптика, пробовать. Вам понадобится время, прежде чем вы научитесь пользоваться этим идеально. Но не переживайте, Икс будет вам помогать пока что. Следите, чтобы ваши навыки полностью уравновешивали друг друга. Ладно, я постараюсь. Выживание уровень 25. То есть мы с вами, наконец-то, можем там и как раз сражение, боевку прокачать до 25 уровня и прочие навыки. Так, я здесь пройти нифига не могу. Красота. Я сейчас трындец как трачу выносливость. Давай уклонение. Вот он на 13 ударил. Ну, наконец-то, хотя бы какой-то урон, потому что это вообще жесткач. Я не могу его поменять, просто потому что у меня еще пока что вот этот как раз не добавлен в список динозавров. Вот он он. Создать связь. Окей. У нас с вами появляется Авераптор, и теперь можно его призвать. Я надеюсь, что он будет посильнее. Протоцератов с 21 уровня. Вот это уже интересно. Давай начнем бой. Он сам на меня напал, на самом деле. А, нужно было уворачиваться. Это было больно. А, окей. Давай включим у ворот. Окей. Сильный удар. А я его даже на самом деле могу приручать. Слушай. И Авераптор тоже очень слабенький урон. Там всего там, не знаю, по 19, по 16. Да, по 19. Что-то вообще ни о чем. Давай еще удар. Нужно оглушить. Вау. Дядь, ты жестокий. Еще раз перекат. Защита 14. Сильный удар. Это не сильный удар. Это ерунда какая-то. Ну-ка. Недостаточно выносливости. Я тебя понял. Теряет силу. Ладно, хотя бы у нас с вами достаточное количество здоровья. И то, слава богу. Ты ударь, ты фу. Я вон макроучению как раз вижу. Макроухению. Как оно там правильно произносится. Вау. Жестокий дядя. Отлично, хорош. Мы его с вами просто-напросто забиваем. Так, я предлагаю на самом деле собрать с него мясо. А, тут, кстати, это еще у нас с вами ежедневное задание заполняет. Так что соберем мясо побольше. Покормим сейчас нашего авиараптора, чтобы просто карманы не занимало. Покормить, используем вот это мясо. Животное наелось, не хочет есть. Ладно, хорошо. Макроухения. 18 уровень. Но, в принципе, можно ее просто добыть себе, чтобы была. На самом деле, нужно их всех приручать, я считаю. Ну-ка. Ну, рукопашный бой 25. Интересно. Опа. Что-то там потопс и слюны. Вы насквозь промокли от слюны. Усталость увеличилась. Ладно, я тебя понял. Оглуши ее, пожалуйста. Жесть. Давай, оглушай. Теряет силу, это не то. Ладно, я тебя понял. С ней тоже ничего не вышло. Давай, сильный удар. Вот это реально сильный удар. У ворот. Нет. Слишком рано, я тебя понял. Теряет силу. Главное, не убей. Воу. Давай, приручай. Во, отлично, поймано. Если я не ошибаюсь, я предыдущую не поймал. Нет, я предыдущую не поймал. Это вот как раз только что поймано. У нас с вами здесь, на самом деле, совсем чуть-чуть до задания. Но я все-таки хочу приручить вот этого как раз. Протоцератопса, который здесь бродит. В принципе, здоровье есть, все есть. Давай еще раз атака. Может быть, повезет. Сможем оглушить его нормально. Ну-ка. Блин, жесть. Я что-то забыл про это дело, что он жесткий. Ладно, ждем. Ворот. Нет? Нет, это поздно. Хорошо, 96. Давай, сильный удар. Во, хорош. Давай, ворот. Окей. Сильный удар. Выполняется другое действие, то есть обычный удар, на самом деле. Вот сейчас. Теряет силу. Еще воротик. Но! Он сбивает атаку, прикинь. Оглушен. Все, отлично. Давай приручать. Давай-давай, приручай. Не удалось поймать. Вероятность успеха 51,67%. Я тебя понял. Ну, Жак глушит его, а? Падает без сил. И приручай. Ну, наконец-то. Все, мы с вами его получаем. Принимаю сейчас всех друзей. У меня до этого было плюс 120, сейчас еще плюс 142. Но, я говорю, вот сейчас получается это 260 человек. Я не могу со всеми поговорить. Ребят, вот прям сарямба. То есть, я вот изредка кому-то что-то отвечаю, когда есть свободное время. Но, это бывает прям очень редко. Так что, не обессудьте. Итак, друзья, я на самом деле на ночь поставил вводиться себе протецератопса. И, я так понимаю, что сейчас его можно забрать. Надеюсь, что все в порядке. Ну, там галочка стоит. Это значит, скорее всего, что вывелся. Он 21 уровня. Атака 33, защита 99. Класс, получился. Я так понимаю, что вот это вот Си. Приручение удалось. Си, это рандомно. И вот у нас, если не ошибаюсь, Авераптер он С. То есть, он лучше, чем вот эти вот как раз. Но, все-таки, Авераптер, мне кажется, он более быстрый в плане передвижения. 550 у него вот здесь, вот наверху справа. А здесь 400. Зато у него больше сумка. Но, теперь я понял, чем они отличаются. И я предлагаю прямо сейчас поставить вводиться еще Мкраухинью. И отправляться дальше. Там опять гости какие-то. Давайте сейчас поставим сюда быстренько вводиться ее. Ну, просто будем стараться, чтобы у нас были все животные. Правда, я думаю, здесь есть какой-то лимит. И у меня прямо сейчас, секундочку, отправляйтесь в пункт назначения. И там что нужно будет? Сразиться с Авераптерами. Именно поэтому я предлагаю сейчас на самом деле достать нашего Авераптера. Давайте призовем. Правда, его нужно покормить. А чтобы покормить для тебя, нужно мясо. Так что пойдем в первую очередь это мясо тебе добудем. Это раз. У меня есть умелка. Ну-ка, секундочку. Вовремя нажал, да, вовремя. Вот это вот. Которая должна наести прям очень мощный удар. Но я промазал. Но она, правда, жрет очень много выносливости. Давай еще разик. Это очень жестко. Это прям очень-очень жестко. Все, до свидания. Так, ну-ка дай мясо, а? Блин, с него всего один кусочек мяса. То есть нужно находить более толстых как раз существ. Потому что таким образом мы с вами его не накормим. Я думаю, что нам нет никакого смысла упираться рогом и пытаться протоцератовцев сделать С приручением. Ну, точнее, вот какой получился, такой получился. Там, потому что впереди будут более сильные динозавры. До них уже... Я уже на самом деле докачался. У меня уже 28 уровень. Еще чуть-чуть осталось. И будет 30. Ну, точнее, естественно, 29 сначала. А потом 30. Угу. Я понял. Так нельзя делать. Уклонение. Защита 18. Нужно защиту качать обязательно. Обязательно качать защиту. Бей. Хорош. Во, сразу три куска мяса. Все замечательно. Так, дружище, давай тебя покормим. Ну и плюс нужно выполнить ее задание с нападением на аверапторов. Ну и смотри, на самом деле на нем гораздо быстрее ездим. Ну, просто в два раза быстрее, чем пешком. Мне нужны аверапторы, а они должны быть где-то здесь. Секунду. Как странно. Ага, все нашел. А я думал, здесь разлом будет или еще что-нибудь типа того. Давай слезаем. Ммм, секундочку. Вот так вот слезаем с тебя. Да, все правильно. И сразимся с ним. Ты же будешь мне помогать? Укус на 26 у него. Ну, в принципе, неплохо. Давай еще с одним. Заодно тебя немножко прокачаем. Черт. Меня прям, не знаю, какое-то удовольствие доставляет вот эти мощные удары. Потому что, то ли раньше у меня это не получалось хорошо делать, то ли это было не так классно реализовано. Сложно сказать. Давай еще мясо подсоберем. Кстати, смотри-ка, с этих аверапторов гораздо больше мяса. Научитесь приручать животных. Приручение животных делится на ранги S, A, B, C. При неудачном приручении животное вернется в дикую природу. Ну, как я и сказал, да, S это самое лучшее приручение. Создайте связь. Это я сделал. Ну, и тренируйте, когда вы вместе отправляетесь в путь. Это помогает животному расти и изучать новые показатели. Также их можно оставить и выращивать в загоне. Ага, вот этого я не знал. Создать уникального питомца, обнаружив показатели. Животные обнаруживают новые показатели. При достижении определенных уровней изменяйте животное с помощью этих показателей, чтобы сделать его действительно уникальным. Вот это они молодцы. Это нужно с этим разбираться на самом деле. И действительно, я сейчас обратил внимание, секундочку. Я сейчас обратил внимание, что у меня меню животного 3 из 3. Чтобы иметь больше животных, я так понимаю, что нужно либо больше, ну да, либо больше уровень, либо еще что-то. То есть, соответственно, нам с вами нужно качаться до 30-го, но прямо сейчас возвращаемся с вами в лагерь. Я бы хотел хотя бы 29-й включить. То есть здесь сейчас можно выполнить вот это еще 2 задания. Вот это задание сейчас можно просто, просто сдать. Окей. Заполнить, разместить. 237 опыта. Но чтобы следующее задание здесь выполнить, нужно подождать 14 минут, 10 минут. А эти девушки что хотят? Так, предбьет со свойством корень. Что, у меня нету, что ли? Уровня 10 или выше. Ну. У меня просто, видимо, не было ни одного. Как странно. Хорошо, секунду. Компания. Заполнить, разместить. 282 опыта. Кстати, подбираемся к 29-му уровню. Ну то есть мне сейчас еще нужно пучки листьев сделать. Это делается на самом деле очень просто, только листья нужны. И вот это на самом деле очень хорошее задание в том плане, что оно показывает, как прокачивать строительство. Потому что я думал, что вот это умение будет качать все, что угодно. Ну там, например, обработку, создание, ну там, ладно, не инструментов, одежды или еще что-то такое. Но нет, на самом деле идем в обработку материалов. Дальше выбираем связку. Изготовить. И выбираем с вами 4, да? Мне хватит? Не знаю. Наверное, хватит. Так вот. Соответственно, когда мы с вами их делаем, мы себе повышаем навык строительства. Нам всего хватает вроде как. Да. Построить уровень 13. Вот это для меня было очень странно. Мне не хватает, секундочку. Не все получили с 10 уровня. Давайте сейчас еще соберем. Голос по мере выпуска может меняться, потому что я записываю в разное время. То есть поздно ночью, рано утром, сейчас днем записываю. Соответственно, из-за этого когда-то голос уставший, когда-то только-только проснувшийся, заспанный. Сейчас вроде должен быть нормальный. Соответственно, у нас с вами сейчас макроухения здесь вывелась. Давайте проверим результаты. Вот только я могу поместить ее в... С опять получилось, да? Но если не ошибаюсь, привязку я сделать не могу. Связь. Когда связь будет создана, хорошо, да? Вы не можете иметь больше животных. Вот все правильно. Но если я сейчас, например, уберу зеброцератопса, потому что он у нас тоже С. После освобождения призывать животное повторно не получится. Предметы в сумке животного также пропадут. Но в нем ничего нету на самом деле. У нас с вами появляется плюс одно место. Соответственно, теперь можем туда поместить макроухению. Создать связь. Да. Если не ошибаюсь, однажды у нас с вами макроухения как раз была. И, ну, честно говоря, она довольно-таки прикольная. В том плане, что она очень быстрая. Но насколько она быстрая? Секундочку. Авераптор 550. Макроухения 550. Вот только у нее в сумке может храниться 60 вещей. А у него 30. А в бою они оба бесполезны на самом деле абсолютно. В этом плане она, мне кажется, немножечко более полезная, чем авераптор. Опять же, этого протоцератопсика можно скинуть. Но на самом деле, пускай пока что будет. Мы с вами тебя, наверное, уберем. Я уже на самом деле добрался до следующего острова. До 25-го. Но, в первую очередь, я хочу поставить дома сейчас еще парочку корзинок. Просто, чтобы выполнить ежедневку как раз с постройками. Это даст немножко еще опыта. Ежедневочка выполнена. Можно сразу перейти и забрать отсюда опыт. У нас с вами остается буквально 30% до следующего уровня. И предлагаю как раз вернуться к разведке. То есть мы с вами сейчас переносимся на остров 25-го уровня. Перенос классно сделан. Блин, слушайте, молодцы. Вот здесь за что не берешься, все классно сделано. На самом деле, очень классный выживач. А для мобильного телефона так вообще запредельный. И у нас с вами сейчас должны быть доступны новые задания. Именно здесь, на 25-м острове. Во-первых, здесь больше дают как раз опыта. Плюс, естественно, должны быть сами задания по себе довольно-таки сложные. Здесь, подожди, яйцо. И поэтому для того, чтобы управлять вождем, который в будущем будет управлять всем дюранга, этот вождь должен родиться здесь яйцо. Как думаешь, сможешь помочь? Чего? Мне нужно яйцо найти, своровать у кого-то, потому что какой-то непонятный перевод. Здесь нужен листочек. Поддай жару. Перчатки, митинги. Давайте посмотрим. У нас хоть что-нибудь из этого есть? Двуручный нож. Давайте скрафтим. У нас сейчас с вами по-любому будет сразу 29-й уровень. До 30-го, конечно, еще качаться и качаться. Но это, в принципе, не важно. Так. Вам все сдаем. До свидания, ножичек. Кстати, без него я сейчас ничего не смогу добывать. 98%. Здесь размещаем. Окей. И как раз перчатки. Но давайте с вами все-таки проверим. Нет, секундочку, не здесь. Мы с вами зайдем в навыки. Дальше это получается выживание. Выбрать навык. Приручение динозавров. Да, дейнони, хавераптор, пиктораптор. Велоцираптор, альбинос. То есть у нас с вами как раз здесь был пиктораптор. Оседлать. Конечно, я тут немножко разогнался. Сразу сказал, приручим. Пока что нам с вами еще поймать его нужно. Ну-ка, пиктораптор. 23-й уровень. 461. Вау. Здоровье-то у него совсем не кисло, а. Может, ты согришься на меня? Потому что вас здесь слишком много. Я, честно говоря, побаиваюсь нападать. Давайте вот на этого. Смотри, атака. Давай, он далеко. Там сильный удар сразу, сходу. У него контрудар, а. Прикинь. Давай. Гаси, гада. Это был критический. Опс, я его забил. Вот этого я не хотел делать. Мы нанесли удар еще потому, а он даже не согрелся. Во, можно попытаться приручить. Давай. Окей. Одного с вами ловим. Я так понимаю, что сейчас могут быть проблемы как раз с сумкой. Да-да-да, у нас с вами сейчас не очень много места. Давай просто что-то в тебя переложим. Ну, например, просто вот эти палочки, да? Так, галочка. Отмечаем все. Немножко камней. Переместить мы кроухению. Нужно потом просто не забыть оттуда забрать. И попытаемся сразу поймать второго, потому что, ну, не дай бог, что-нибудь сорвется и не получится его приручить. Атака. Ну, они что-то какие-то очень слабые, честно говоря. Ну, или я уже сильный. Оглушен. Давай. Нельзя, животное не спокойно. Ладно, я понял. Наверное, просто немножко поспешил. Но они абсолютно не агрессивные. Ну, то есть, вот этот на меня даже не нападает. Он не пытается защищать своего собрата. Это там мокроучение, что ли, плюнуло? Видимо, да. Так, мясо, перо. Давай перо соберем. Пригодится. Пока что удалось поймать только одну осыпь. Ну-ка, давайте посмотрим по заданиям. Здесь все на откате. Так что, на самом деле, я просто предлагаю возвращаться домой. Возвращаемся к точке маршрута. У нас с вами есть возможность сейчас поставить сюда выводиться как раз пиктораптора. Тем более, мы с вами таким образом... Что у нас поймано? Мокроухение еще одна и пиктораптор. Но мокроухение не сильно нужна. Превосходные пернатые друзья. Ну, ладно, давай посмотрим, насколько он будет хорошим другом. Выглядит он довольно-таки забавно. Я, правда, не знаю, можно ли будет на нем ездить. Но, скорее всего, можно будет, как и на остальных животных. Но, на самом деле, предлагаю на этом сегодняшний выпуск завершить. Мы с вами очень много всего сделали. Мокроухению приручили. Авераптор выявился. Процератопса с вами приручили. Но, на самом деле, я его, скорее всего, отпущу. И вместо него у нас с вами как раз будет пиктораптор. И в следующем выпуске мы с вами пойдем набивать 30-й уровень. Естественно, дальше прокачиваться. И, наверное, приручать новых динозавров. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok